Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Defender 130 кузов, двигатель 2.2 турбодизель, механика, полный привод. Пробег на автомобиле 86 тысяч километров, переберу на нем передние тормозные суппорта. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса и снимаю суппорт. Сначала один, потом второй. Износ колодок неравномерный, поэтому решили перебрать и задние, и передние тормозные суппорта. Поднял автомобиль, для удобства вывернул колесо, снимаю сзади два шплинта, фиксирующие у нас штифты колодок. Что-то здесь они стоят, как-то неудобно. По-хорошему лучше их вообще отсюда вставлять, а здесь фиксировать, так удобнее. А вот теперь можно снять. Ржавчина не дает, ржавчина и грязь дорожная, пружинка закисла здесь, вместе со штифтом идет. Но она же не знает, что у нее вариантов нету. Колодки у нас еще в хорошем состоянии, поэтому мы их менять не будем. Штифты мы почистим, пружинки почистим. Здесь сверху точно такая же картина. Грязь изнутри пружины высыпается. Все почистим и будет нормально. Снимаем прижимную пружинку. Стоит вот так вот, через колодку. С одной стороны и с другой стороны. Хотя мы колодки-то не меняем, поэтому пружины мы можем и не снимать. Оставим их на месте. Передавливаю шланг. Сделаю здесь сверху. И теперь откручиваю соединение, но не на шланге, а соединение на суппорте. Сейчас почищу маленько вокруг, смажу. Головка ключа на 11. Сильно не тру трубку, не трогаю. Трогаю только вокруг штуцера. Смазываю ОВД-шкой. Разрезной ключ на 11. Как-то вопросы задавали, а что такое разрезной? Ну, разрезной, он, видите, с одной стороны у него вырезана для того, чтобы одевать на трубку. Сами губки у него широкие, за счет этого жесткость ключа хорошая. И потихонечку. Все, видно, штуцер пошел, трубка у нас не движется. Бывает закисает, трубку можно свернуть. Откручиваю. Все, штуцер я открутил. Теперь беру ключик, вернее, головку на 13-12-гранную и откручиваем суппорт от САПФы. Чтобы трубку не гнуть и при этом отвести ее в сторону, снимаю сверху шплинт, стопорное кольцо для тормозного шланга. Поднимаем его вверх. Грязь, коррозия, даже шланг тормозной не шевелится. Все, немножко почистили. смазали шевельнули у нас все отошло теперь нам остается только открутить суппорт но перед этим мы снимем тормозные колодки тормозная жидкость у нас сейчас свободно вытечет колодки развести берем отвертку и немножко отводим в сторону либо через вторую колодку либо это можно сделать через диск ну через колодку удобней видно какое надо приложить усилие чтобы отвести колодку колодки мы эти установим так как я их оставляю я их ложу таким образом чтобы не перепутать наружную с внутренней беру головку как я и говорил головка на 12 на 13 12 грамм вот такие вот такие вот такие вот такие вот и вот здесь вот . один болт и второй болт все суппорт у нас снят беру его сверху очищаю а после этого мы его половине откручиваем болты помыл я вернее не помыл мыть я еще буду почистил маленько грязь теперь беру брусок вот так вот вставляю его между поршнями и аккуратненько дую где прикручивается у нас трубка вот чуть-чуть добавил сразу уже поршень пошел можно по поршням определить какой еще работает а какие подклиненные один выскочил два ровно вышли один вообще стоит не движется этот вставляю на место беру пошире брусок так вставлю и продолжаю потихонечку давить дальше пальцы в поршни не вставляем усилие большое вытаскиваю дно надавливая вытаскиваю еще одно ну и все теперь дело техники у нас все поршеньки вывалятся все вывалятся кроме одного один сидит туго ну опять же сейчас я раз половине я его смогу выдернуть головка на 16 вот и вот 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 и все. Здесь у нас проставочки, резинки. Одна у нас стоит в проставке, а другая у нас ставится в половинку, поэтому потом мы их не перепутываем. Так как я поршни менять буду, я их оставлять не буду, я могу смело его зацепить, но если их оставлять, не менять, то трогать его ничем механическим нельзя. Он однозначно получит повреждения, из-за которых потом его ставить уже не стоит, он за собой начнет рвать манжету. Вытаскиваю манжеты, снимаю пыльники и все это мою в мыльном растворе. Я плачу, чтобы они не были готовы, чтобы я поршал. Наши бетли и журналисты, давайте я вам говорим, сейчас я вам покажу, что я проп Meanernи, я получил это мою в манжет. Я говорю, что я пока не покупала мои в манжет у меня, Субтитры сделал DimaTorzok Откручиваю штуцер прокачки Штуцер тоже на 11 Ни на одном из четырех колес не было колпачков на штуцерах Здесь грязью забито, он не продувается И здесь окислившийся Чищу, прочищаю внутри И потом установим Колпачки купил от газели Поэтому теперь они будут стоять Я надеялся, что в ремкомплектах будут колпачки Нет, в ремкомплектах они не идут Беру тазик с мыльным раствором Подготовил мыльный раствор И теперь их купаю Медленно, уверенно, не спеша Все это моем, отмываем Продуваем После того, как продуем Смотрим, где что не дочистили, не домыли А это обязательно будет Опять дочищаем И продуваем Обычно у меня на это Уходит три раза Сделать такое Вот здесь вот Вот эти кромочки тоже Все чистим И вот они Вот эти места, вот видно темные Мы их тоже Все это вычищаем И после этого уже Когда у нас суппорт чистый При сборке Не возникает никаких вопросов С установкой Манжет, с установкой Пыльников и поршней Со смазкой Все заходит Ровненько, аккуратненько И плавненько Щеткой по металлу Основную грязь сбил А теперь вот эти углы Где щетка не подлазит Мы ее спокойно Мыльным раствором Размягчаем И вымываем И потом суппорт смотрится Как новый Ладно, процесс этот не быстрый Вот такая стала Грязная вода Здесь все почистил Здесь все почистил Берем ремкомплект Ремкомплект у нас оригинальный STC 1280 Это ремкомплект на Передний суппорт Здесь у нас получается Идет Манжеты Пыльники Металлические кольца на пыльники И четыре новых Поршенька Я до этого перебирал Задние Суппорта И на задний суппорт Я брал ремкомплект Переднего суппорта Диаметр поршней Точно такой же Манжеты Точно такие же Только сзади Двух поршневой Суппорт На две стороны хватает А здесь четырех поршневой Что мы делаем Мы заправляем Металлическое кольцо Вот этот пыльник Пыльник идет Внутри с прорезью По ширине он Уже Чем манжета И манжета Обозначена еще Краской Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому